Девушки отдыхают 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 Слушайте, она это делала мучительно и долго. Я видела, как она страдала. А вам на кой вот это, чтобы мужчина мог отличить Амара от рака? Да пусть он докторскую колбасу от селедки отлечит. И уже, слава тебе Господи, Амары с раками сами поедите. Вам зачем это? Ну, я просто не знаю. Послушайте, я тоже смотрела на эту самую точку. Куда там Дженнифер Лопес, правда? А ноги. Просто, да, а ноги. Нет, ну вот это вот просто, ну Дженнифер Лопес, ну где она, правда? Аня, спросила. Такая клевая, правда? Аня, вот девчонка, вообще. Но, мне кажется, опять же, но. Мне кажется, что Диме, она подходит больше как друг, нежели как девушка. Ой, раз с таким можно дружить. Больше она как друг. Лерочка, скрывайте свою зависть, начинайте учиться. А к чему? Дмитрий. Нет, это у вас, знаете, как рыба камбала, широкая, но, понимаете, а вот тут узенькая. Вот, посмотрите, ловите. У вас в порядке. Но еще и загнишься, еще сильнее. Да что, посмотрите на мою фигуру, да вы что. Нет, там попка, узкие бедра и прямо хорошо, девочка. Ну эффектная девушка, очень интересная, такая профессия тоже. Уже такая девушка, да. И кстати, что пришла и сказала, иметь такую вот попку, как вы говорите, это склонность к полноте. Абсолютно нет. Нет, это абсолютно нет, не нервничайте, нет. Женя Перлопа при плоском животе имеет вот такую боль. У Жени Перлопа силиконовая попа. Нет, нет, нет. А Анечка, можно на секундочку вас, милая? АПЛОДИСМЕНТЫ Дочь, я чистая как мама. Повернитесь, пожалуйста. Ой, можно я тоже ловить? Да сейчас прямо. Нет, точно не силиконовая. Не-не-не-не-не. Ак, пересадь. Нет, нельзя. Никому больше нельзя. Никакого там... Все, Дима, уйдите отсюда. Конечно. Все, уходите, уходите. Моя не котирует половину, вообще просто никакую. Что творится в эфире Первого канала? Что творится? Харасмин. Все подруги, а на столице. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, друзья мои. Проходите в свою комнату. Знаете, у нас в сцене происходящие ассоциации. Такая Ася Дункан с офицером НКВД в застенках. Да, да, да. Она так металась, а вы думали, убители остались. Убители, нет. Ну, в общем... Она любит офицеров НКВД. Да, да, да. Я сначала сделала такой тактический ход. Я первый раз в жизни, каюсь вообще до сих пор, но первый раз в жизни я залезла в телефон. Какая глупость. Нужно это делать регулярно. Просто постоянно. Ну, конечно, нужно проверять все. Я как-то считала, что такое поведение не для меня точно. Но я залезла в телефон, кое-что, конечно же, там нашла. Вы послушный, покладистый мужчина. Она сказала, иди ко мне, будешь моим. Нет, куда положила, там и лежит. Скажите мне, пожалуйста, Марк. Да. И через три дня вы опустошенный, уже изможденный, задаете ей вопрос. Типа, Клара, ну, теперь мы вместе. Она говорит, с ума что ли сошел? У меня есть Иван. Богатый, красивый и знаменитый. Она мне этого не говорила. Я понимал, что у нее кто-то есть, потому что по ее поведению было это понятно. Конечно, три дня. Разговоры в туалете. В эти три дня эти тоже были, да, СМСКИ? Да. Типа, слово одно только слышали, командировка. Да? Подводная лодка. Вот. Ну, как бы мы встречались исключительно для... Понятно. ...любви. Такой. Возвышенный, фотонический, да? Не совсем возвышенный. А не было, не было ощущения, что ваше молодое тело использует? Нет. Что ей только одно от вас нужно? Это было скорее обоюдно. И он видел девушку, которая тормозит машину. То есть вас. Подвез меня до метро, да. И у нас завязалось знакомство, мы пообщались. Он предложил вечером попить кофе. Ну, и в общем-то... Денег не взял? Нет, почему взял? Он очень был достойный. Взял? Еще и кофе попить. А, нет? Да. Нет денег, нет, конечно. Нет. Потому что я всю молодость так практиковала. Я садилась в машину к частнику, естественно, к мужчине, к молодому. Никогда не платила. Я его забалтывала. Правда? Сначала свидание. Притом, я говорю так, в среду нет. Давайте, знаете, в пятницу, точно в пятницу смогу. Я не приходила никогда. Я называлась другим именем, естественно. Но однажды меня нашел такой умный. Я называлась Альбиной, да. И вдруг из-за аудитории, я училась в институте, они говорят, к тебе пришли. Я выхожу, и стоит один из... Я делаю из красного цвета бордового. Он говорит, ну что, Альбина, Лариса, я тебя ждал. И я так... И что? Ну ничего. Ну ты подарила ему потом свидание. Да ну ты с ума что ли сошла? Денег-то не было, а хотелось ездить не в трамвай. Смотрите, и платье вам купила. Я была четыре раза замужем, последней, надеюсь. Но у меня ни разу платья не было, даже за сто долларов. Ни разу не... Вечно беременная. Босая. Босая с синяком под глазом. Я теперь девочку хочу. Я замуж хочу, и ребенка хочу, девочку. Это правда. Хорошо. Ну вот скажите, раз за пять тысяч купила вам платье, значит, был не беден. Я ребенка хотела, мне его не подарила. Он не смог. У него что, со здоровьем плохо было, что ли? Нет, почему? Она вам улыбалась или просто неудачные укольчики сделала себе в лицо? Слушай, она просто шикарная. Девочки, берем на вооружение, хорошенько моем машину, чтобы стеклышки были прозрачные. И просто сидите и улыбаетесь. Изо всех сил кто-нибудь да увидит. И вот вы как посигналили, ей там показали на часы. Да-да, я начал ей улыбаться. Нет, ну часы, телефон это банально. Ну зачем? Я начал ей улыбаться, и так мы познакомились. Начали общаться, встретились. А на какой день она вас в торговый центр пригласила? Наверное, месяц на второй, на третий. Какая молодежь! Выдержанная. Выдержанная. И что вы ей там, на какую сумму потратились? Нет, я был очень скромен. У меня человек попросил купить крем, а я ей купил мороженое. А что жалко было крем купить? Ну я просто, вы знаете, я не люблю, когда вот целенаправленно ведут тебя, чтобы купить подарок. Подарок должен быть подарком. А если что-то нужно? Слушайте, ну клянчить крем противно, согласитесь. А что, там уже копеечный был, господи. Нет, нет, ну смотри какой. Копеечный крем. Ну а сколько он стоил-то? Ну я думаю, что в районе двадцатки. Двадцати тысяч? Так, хорошо, вы мороженое. А на что, вам не в лицо это мороженое? Ну она загрустила, она загрустила. Ну естественно. А у вас уже отношения были близкие к тому моменту? Да, конечно. Нифига себе, ты почти муж уже. Нет, вы не правы, Роман, вы не правы. А что же его разводить на деньги? Тоже неприятный мужчина, правда ведь? Но потом вы стали все-таки давать деньги. Нет, безусловно, конечно. Потом какие-то моменты у нее там был кредит за машину. А вот диван какой-то специальный вы должны были ей купить, потому что у нее болела спина. Я ей дал денег на диван, но, к сожалению, дивана так и не увидел. Она, наверное, купила себе туфельки. Крем, крем или туфельки, я не контролировал это. Ничего себе. Ну вам что, жалко были? Ну вы жили же с барышней. Не жалко, абсолютно, абсолютно. А врет зачем, правда? Вот зачем врет? Да, то есть если человек прочный, то, соответственно... Нет, ну я так понимаю, Роман, бог бы с ним с шарфиками, с диванами, если бы однажды вы не узнали, что она на ваши деньги какому-то своему другому возлюбленному покупает дорогие подарки. Ну было это дело, но как бы я... А как узнали? Ну там как бы разговор был такой, она просто выпила немножко. Погвалилась, наверное, еще, да? Что-то было. Типа давай я на тебе шарфик-то примере. А, слушай, хорошо, мы ему... Ой! Ясно. Я бы я его подбила на эту передачу прийти, он бы сам не решился. Благодаря Викте, да. Да, конечно. А он за вами не ухлестывал, нет? Нет, что вы, на работе? Нет, нет, нет. После. Послушайте, извините, конечно. А можно вопрос? А у вас настоящая грудь? Ну, конечно, все покупное. Вот куда надо стремиться. А ты себе сделала третий и уже сидишь. Она русская и норвежка. Ну там родилась или просто получила... Она там была замужем. Она была замужем за норвежцем? Да, она была замужем за норвежцем. И сделали с ее любовником. Ага. Очень долго ухаживал, добивался. Понятно. То есть она закрутила с норвежцем, превратившись же в рыбу, в ледяную. А тут русский голодный приехал. Да, да. И ей как бы хотелось... Родной, тепленький, на одном языке. Вот. Поэтому познакомились и как-то изначально нас сблизило просто вот это вот. Она быстренько от вас забеременела? Ну, не очень быстренько, но да. А мама жила тоже с ней там же, в Норвегии, да? Есть. А вы бы хотели, чтобы... Или знакомили Кирилла с ними? Нет. Почему? Слишком хорош для них. А вы замужем? Нет. Такая красавица. Я не замужем. И вот, собственно, это пробные шары. И вторая пойду я к вам. Правда? Какая умница. Так что сегодня повнимательнее, мужчины. Смотрите на Викторию. Какой интересный у нее размер, ребят? Пятый или шестой?